Асадич Алексей Евгеньевич, я директор Центра биоэлектрических интерфейсов Высшей школы экономики. Мы осуществляли разработку нейроинтерфейса, при помощи которого мы научились управлять экзоскелетом нижних конечностей, разрабатываемой компанией «Экзоатлет». Регистрируется активность головного мозга и регистрируются именно аспекты активности, связанные с желанием пилота осуществить шаг. Поскольку пилот является парапледжиком, он фактически, я у него спросил, он фактически делал этот шаг, но и экзоскелет делал этот шаг за него. То есть он реально представлялся? Он даже не представлял, он просто реально делал как бы это движение. Он не может его сделать, так как вот мы захотим сделать, мы его сделаем. А пациент хочет, но не может его сделать. И экзоатлет, экзоскелет ему в этом помогает, по большому счету под управлением нейроинтерфейса. Кора головного мозга, она представляет собой определенные области, в которых представлены разные части нашего тела. И регистрируя энцефалограмму, мы можем не просто видеть эти ритмы головного мозга, но мы можем понимать, откуда эти ритмы приходят, из какой части мозга они приходят. В частности, мы сконцентрировались на активности мозга сенсомоторной коры головного мозга, которая отвечает именно за ноги, за движение ног, за восприятие движения ног. Поймали сигнал оттуда, математически его обработали и отследили некий паттерн изменения этой активности в момент того, когда человек хочет осуществить движение. И этот паттерн детектировали, обнаруживали и отправляли команду экзоскелету. Я думаю, что она может использована быть, потому что параллельные исследования, о которых я также рассказывал, проведенные Александром Сеевичем Фроловым, со скелетом верхних конечностей, сейчас уже идет во всю клинические испытания, они, собственно, уже даже завершены клинические исследования, не испытания, а исследования. И это было проведено с большим количеством пациентов, порядка 200, показало эффективность более высокую по сравнению со стандартными методами реабилитации постинсультных больных. То есть я думаю, что эта технология, в принципе, готова к тому, что мы можем начать клинические исследования и подбирать правильные протоколы проведения этой терапии и более тесного взаимодействия с клиницистами. Ближайшим шагом будет разработка, доработка программного обеспечения, которая позволит, по большому счету, нажимать на одну кнопку и запускать всю эту процедуру, процедуру вот такой вот реабилитации, то есть такой тренировки. Дальше нужно будет договориться с клиническими партнерами, которые хотели бы в этом участвовать, выработать критерии включения пациентов, исключения пациентов заранее и провести честное исследование, разделить пациентов на две группы случайно, провести реабилитацию при помощи технологии, при помощи только экзоскелета, без интерфейса и без экзоскелета. То есть как бы сравнить эти три группы и показать, либо показать эффективность повышенную, либо не показать. И вся эта работа, которая будет, она, конечно, невозможна без партнерства научно-исследовательских центров и компаний, которые осуществляют такие пионерские разработки, вот как экзоскелет, компания «Экзоатлет», и клинических центров, которые обладают тем уникальным, во-первых, набором пациентов и уникальными знаниями о том, каким пациентам это может быть полезно, каким это может быть не полезно, что, безусловно, поможет при выработке критериев для этого исследования клинического. Мне хочется, чтобы этот наш центр, наш институт нейрокогнитивных нейронаук, высшей школе экономики, стал действительно реальным центром нейронауки, как фундаментальной, так и нейротехнологии, то есть прикладной. И чтобы в этот центр слетались люди со всего мира, чтобы мы работали, и чтобы это было равноправное партнерство с нашими западными коллегами, чтобы они реально были заинтересованы, они оказывали нам якобы какие-то одолжения, что они там приезжают на конференции, что они там приезжают на 2-3 года поработать, чтобы это был реальный, настоящий интерес. Для этого нам нужно наращивать, во-первых, научные мышцы, во-вторых, нам нужно нести эти технологии, потому что часть уникальности разработок заключается в соединении высоконаучных вещей с практическими вещами, ну и только вот в таком вот трипортитном партнерстве мы можем достичь этой цели. Ну, я еще хотел сказать, что вся эта работа была бы совершенно невозможна без той поддержки, которую мы получаем от высшей школы экономики, той среды, в которую она помещает своих студентов, аспирантов и исследователей, и без поддержки Министерства образования Российской Федерации и Мегагранта, который мы вот недавно получили и активно ведем в его рамках исследования. Я представляю Центр биоэлектрических интерфейсов, который организован под поддержкой Министерства образования и Мегагранта, который Михаил получил. Работа эта сделана была Николаем Сметанином и Александрой Кузнецовой. Николай вот там стоит с компьютером, Саша где-то, вот Саша вот тут, вот, а я являюсь научным и художественным руководителем этого дуэта, вот, и поэтому вам вот здесь об этом всем расскажу. Значит, вы можете продемонстрировать. Давайте, может быть, тогда посмотрим сейчас демонстрацию, как это все работает, вот, а я потом вам расскажу, что там внутри. Вот, вот в данной ситуации Денис, экзоатлет, который пользуется скелетом. Сейчас он, на экране вы видите, а сейчас, а можно вторую часть экрана, другую, да, вот эту, вот, вот смотрите. Сейчас Денису дается задание сделать шаг. То есть я вам сейчас расскажу, как это все происходит. Денису будет даваться указание на экране, вы его будете видеть. Указание либо в виде стрелки, то, что Денис должен сделать шаг, либо в виде кирпича, то есть проезд запрещен, что Денис должен стоять и никуда не двигаться. Вот, это сделано для именно демонстрации того, что для демонстрации специфичности и чувствительности методики декодирования интенции Дениса выполнить движение, выполнить шаг. Вот, вообще в нормальной реабилитационной практике, наверное, вот эта идея стоп, она, в принципе, не нужна. То есть там нужно сделать просто, мы поговорим об этом, мы поговорим о путях реализации этой процедуры в клиниках, вот, на основании нейрофизиологических результатов, которые мы получаем. Вот, сейчас он должен попытаться сконцентрироваться и сделать шаг. Вот, вот у него получилось, он сконцентрировался, сделал шаг. На каждое выполнение задачи дается 7 минут. Теперь опять он должен стоять. Вот, у него получилось, зеленый, не знаю, почему показал вниз, но у него получилось, то есть, когда он стоял. Вот, опять стоять. Команда генерируется случайно. Я вам покажу весь анализ того, как это все работает, не знаю, почему он рисует, но он стоит, факт тот, что он стоит. Вот, я покажу, мы вам анализировали характеристики работы этого устройства. Вот, смотрите, вот, опять все сработало. Вот, я думаю, можем продолжить, потому что действительно процедура очень нервная. То есть, как бы для Дениса и для меня, и для Николая, и для Саши. Вот, давайте мы вернемся к докладу. Спасибо, коллеги. Здорово. Вот, давайте вернемся к докладу. Вообще, вся эта активность, вот, наше взаимодействие с Катей, оно было мотивировано тем, что мы не хотим, не хотим ни в коем случае создать устройство, которое управляет экзоскелетом вот в повседневной жизни. То есть, что мы будем вот при помощи силы мысли вот шагать. Вот это вот совсем не надо. Вот, реально это не надо. Потому что сложности, спряженные с ношением этой гарнитуры, с анализом этих сигналов, с нестабильностью всего этого дела, они того не стоят. И главное, что они не очень легко реализуемы в домашних условиях, если мы говорим об этом. Скорее, это процедура нейро-реабилитации пациентов, основанная вот на чем. Соответственно, вот Катя упоминала о немецких центрах, вот эта компания RecoveryX, в частности, это австрийская компания, которые создали систему, которая на основе нейроинтерфейса и декодирования интенции человека выполнить движение руками, осуществляет миографическую, электромиографическую стимуляцию соответствующих мышц, соответствующих пораженной конечности. Вот, именно в ответ на движение, на желание осуществить это движение, на интенцию осуществить движение. И вот, в отличие от наших иностранных коллег, наш исследователь Оксан Васильевич Фролов провел огромное исследование на базе четырех, по-моему, клинических учреждений с двумя стами участников. Он разделил их на две группы и показал, что действительно с использованием экзоскелета, вот красненькими, это P-value, того, что по разным, и, к сожалению, не очень хорошо видно, но по разным шкалам, при помощи которых оценивается процесс нейрореабилитации, те пациенты, которые проходили реабилитацию вот при помощи его системы, которая заключается в воображении движения правой и левой кистью, сжатии кистью, и экзоскелетом, который сжимает или разжимает кисть, и человеку плюс еще нужно не просто вообразить, а еще удерживать это состояние в течение какого-то времени. Это происходит, насколько я понимаю, насколько народ понимает в мире, из-за того, что каким-то образом в правильном состоянии моторной коры, она получает, самоценсорная кора получает проприцептивную обратную связь, и там включается какая-то достаточно сложная химия или электричество, и все вместе, и интенсивность процессов пластичности повышается. Соответственно, вдохновлено этим результатом, мы поняли, что, наверное, не так плохо сделать это и для экзоскелета нижних конечностей. Это немножко более сложная задача, но просто связана с тем, как на коре представлены движения, и с области коры, на самом деле, как они геометрически расположены, и со сложностями регистрации неинвазивно вот этой активности, потому что с инвазивной регистрацией, как вы видели, из предыдущего доклада, в общем, проблем особо нет никаких. Вот. Ну вот эта вся штука основана на… Вот единственное, что тут я забыл, штука должна быть развернута быть. Тут идея вся заключается в том, что существует у нас, ну, кто немножко занимался электроэнцефалограммой, обычно электроэнцефалограмма рассматривается как набор неких ритмов, это ритмической активности, которая регистрируется с различных областей коры при помощи большого набора электродов, и когда человек, в частности, когда человек… Есть так называемый сенсомоторный ритм, когда мы находимся в покое, уровень этого ритма достаточно высокий. Я говорю, график должен быть развернут, извините. Вот. Или время бежит в эту сторону. Вот. Вот он в покое. Потом, когда он начинает думать о движении, или вот в качестве… В случае Дениса, поскольку он выполняет движение, он его не может существовать, но фактически он его выполняет, да, то есть он не воображает движение, а фактически выполняет движение, то происходит так называемая десинхронизация сенсомоторного ритма, то есть перепад амплитуды этого ритма, и это дело мы можем декодировать и регистрировать. Вот. Вот сенсомоторная кора, моторная кора, которая, соответственно, представительство ног, она находится вот где-то здесь посередине, слева и справа, поэтому обычно сложно декодировать отдельно левую и правую ногу, но вполне возможно декодировать действительно интенцию. Вот. Вот можно… У нас есть софт, который, помимо всего прочего, в реальном времени может визуализировать активность коры головного мозга, и вот там мы сейчас увидели уровень бета-ритма, ну, сенсомоторного ритма, высокочастотные его компоненты. Во время вот выполнения движения, вот он, видите, он исчезает. Вот сейчас Коля успокоился, это тоже Коля, это его тапочки в нашем центре. Вот. После того, как он перестал двигать, вот сейчас он двигает, сенсомоторный ритм распался, видите, амплитуда маленькая. Вот. Именно в зоне… Это развернутая кора такая, вот, поэтому выглядит все это немножко сзади, более постиривее, чем должно быть на самом деле, но… Нет, это правильное положение. Вот. Вот он начинает движение, и ритм опять распадается. Вот. Мы это дело можем кортировать в реальном времени с использованием различных достаточно сложных методик, математических методик обработки многоканальных энцефалографических данных, но в этой разработке это даже не используется. Я просто вам хотел показать, что вот это доступная технология, которую, пожалуйста, мы… Мы, кстати, делаем ее в рамках нашего сотрудничества с компанией нейроботикс, которым является подрядчиком под управлением, финансируемой нейронетом. Вот. Ну вот сейчас мы пойдем на другой слайд. Вот. И декодирование мюритма является предпочтительным подходом, потому что можно… Есть еще работы, которые пытаются декодировать движение на основе критикального потенциала, связанного с движением, но вот точность, как показывают коллеги, точность существенно ниже, поэтому мы… Ну, не совсем поэтому, потому что мы умеем с энцомоторным ритмом работать. Вот мы и выбрали его. То есть, ну вот хорошо, что действительно при помощи этого достигается наибольшая точность. Ну, принципиальный дизайн этой системы вот такой. То есть, есть… Вот вы видели, есть человек, пациент, есть энцефалограф. Мы регистрируем энцефалограмму и извлекаем признаки, энцефалограмму посылаем на управление экзоскелетом, экзоскелет совершает движение. То есть, в принципе, все достаточно просто. Вот. Мы, кстати, достаточно уже… Уже третий год получает, второй год. Мы умеем пользоваться, именно управлять и детектировать, анализировать именно с энцомоторным ритмом, связанным с движением нижних конечностей. Вот был нейротлон волшебный в прошлом году. Мы на нем заняли второе место. Мы молодцы. Вот. И пациент у нас был… Это Артем Воробьев. Вот он. Вот он параплечик. То есть, у него нижние конечности не работают. Он осуществлял движение вот этой вот лодкой. Он управлял этой лодкой, думая о ногах… Ну, не думая, а фактически. Пытаясь давить на ноги. То есть, он говорит, я давлю. И мы запрограммировали алгоритм так, что когда он давит на ноги, то лодка поднимается. И он фактически мог осуществить continuous control, то есть, как бы непрерывный контроль. То есть, когда он сильнее давит, он обходит это препятствие. То есть, цель была обойти вот эти препятствия, потому что как только ты на них наезжаешь, то лодка замедляется. Вот. И там вот много атлетов бегут параллельно. И вот нужно быть первым. Вот. Это было и в прошлом году, и в этом году. Вот. Злодеи сделали уже четыре состояния. Но мы тоже умудрились занять второе место. Вот. Если будет шесть, наверное, мы уже не займем второе место. Но для наших целей реабилитации это более чем достаточно. Вот. Все это реализовано при помощи… На самом деле важна индивидуальная настройка. Все эти разговоры о том, что можно сделать универсальный интерфейс, это, конечно, очень клево. Но нам это, в принципе, не надо. Даже для клинических целей это совершенно не нужно, потому что играет роль, вот как недавно Александр Яковлевич рассказывал, Каплан, что играет роль именно настройка алгоритма, с одной стороны, а с другой стороны настройка пациента, выработка пациентом такой стратегии, которая реально возбуждает его моторную кору, то есть повышает возбудимость его моторной коры. Это может быть попытка сделать движение, это может быть что-то похожее, связанное с движением. Может быть, не само движение, а какие-то… Все очень индивидуальные. Поэтому система, которая позволяет осуществлять такую настройку, вот сейчас, понятно, она выглядит немножко сложно, в ней есть свой язык и так далее. Мы сейчас ее в рамках работы с Катей и с экзоатлетом будем оборачивать во что-то более юзабл для врачей, для клиницистов, чтобы это было просто было сделать. Но штука работает достаточно надежно, вот как вы видели. Мы столкнулись с рядом сложностей, когда мы пытались это делать, подключить к экзоскелету, в частности, мышечные артефакты, потому что когда экзоатлет стоит, у него напряжены все мышцы, и мы это дело очень здорово регистрируем, вот и пытаемся от этого отстроиться. Плюс артефакты от самого скелета, от приводов скелета, то есть когда мы видим их. Но, тем не менее, вот мы видим действительно до движения вот такой уровень ритма, после этого, когда человек думает о движении, происходит десинхронизация. А дальше вот такой интересный ребаунд. По этому ребаунту мы еще поговорим, то есть такое резкое повышение этого ритма. Мы понимаем, что если мы будем отдавать команду вот в этот момент времени, то мы будем гораздо более точны, потому что величина перепада будет большая, и таким образом соотношение сигнал-шум будет изнутри как бы увеличено. Ну вот вообще мы из-за того, что вот есть эти артефакты с этими моторчиками и так далее, мы решили сконцентрироваться на бета-компоненте сенсомоторного ритма. Вот мы видим действительно серьезную десинхронизацию. Используем мы в качестве энцефалографа, энцефалограф Smart BCI, который производится российской компанией, МИЦАР в Петербурге. Вот Саша Грушуицкий, большой умница. Икзоскелет, конечно же, экзоатлета. И вот такой замкнутый контур, который реализован. Значит, вот то, что вы видели сегодня, это потому что я тоже думал, сначала вам расскажу, а потом мы покажем. То есть идея такая, что вот пациенту даются команды, зеленый — это иди, красный — это стой, и он в течение 7 секунд должен это дело реализовать эту команду. Если у него не получается реализовать, значит, это фейл. Если у него получилось, то это значит успех, все хорошо. Ну вот мы проанализировали количество успешных и неуспешных попыток и построили так называемые рабочие характеристики детектора. Получили вот такие рок-кривые, что неплохо. Если делать эти рок-кривые просто по уровню сенсомоторного ритма, поогибающей его, то получается немножко более близкая к диагонали. Но, тем не менее, тоже очень неплохая кривая, особенно в соответствии с тем, что мы видим… Ну это вот результат, вы уже это видели на самом деле. Вот это наш перформанс, это у нас уже на пациенте. Это то, что получается на здоровых людях у коллег, которые в 2017 году опубликовали в хорошем журнале свою статью. Так что, видите, у нас очень-очень неплохо, мы все умеем и все можем, особенно вот если вместе с экзоатлетом из школы экономики. Об этом я не буду говорить, но я хочу сказать только то, что существуют еще пути повышения качества работы. В частности, можно регистрировать не центральную компоненту вот этого ритма, но еще и литерализованные компоненты, которые связаны с левой и правой ноги. Но это зависит от конкретной анатомии конкретного пациента. У кого-то мы можем это видеть отдельно, у кого-то нет. И вот еще то, что я говорил, вот после движения возникает такой ребаун достаточно высокий, и он длится в течение 2-3 секунд. Если мы экзоатлету можем давать, атлету или пациенту, мы можем давать команду в течение этих 2-3 секунд после совершения шага, то, по идее, точность декодирования будет выше, и, возможно, эффективность реабилитации будет выше. Но вот выработка вот этой рабочей точки на этой рок-кривой и выработка вообще протоколов – это на самом деле работа, которую еще нужно будет делать. Это достаточно большая и серьезная работа с клиницистами, которую мы планируем начинать. В общем, everybody is welcome. Вот, все это дело попробовать. Наверное, здесь я откланяюсь. И вот вы уже ничего, это демо. Вот, поблагодарю своих коллег, Колю и Сашу, и, конечно же, Дениса. Денис, вы супер. Спасибо. 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 Спасибо.